друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента для разнообразия вашей торговой активности для того чтобы у вас были стимулы рассматривать все сегменты финансовых рынков и не фокусироваться только лишь на активах рынка форекса очень часто мы постим конкретные торговые идеи по фондовому рынку и поскольку совсем недавно мы существенно расширили линейку торгуемых инструментов напоминаю что добавили 190 новых акций конечно же обзоров а со фондовым рынком будет все больше и больше если друзья с вашей стороны есть особый запрос чтобы мы рассмотрели какую-то бумагу какую-то акцию какой-то инструмент обязательно пишите об этом в комментариях либо передавайте такой запрос через ваших персональных менеджеров напоминаю что у каждого клиента компании а маркетс есть свой персональный менеджер ну что ж а мы продолжаем двигаться по неделе и безусловно ждем самые важные события этих пяти дней буквально совсем скоро через несколько минут состоится заседание резервного банка австралии и мы ждем решение по процентной ставки волатильность сегодня по австралийцу будет значительной я допускаю что первая реакция австралийца по аналогии с первой реакции новозеландского доллара аналогичное решение резервного банка новой зеландии две недели назад предполагает рост этого актива и мы можем его увидеть а сейчас пара австралийц против доллара котируется на отметке 0 71 74 ранее на ожиданиях того что ставку повысит на смягчение ковидных ограничений или можно даже сказать полного снятия локдауна в шанхае промышленного финансового центра китая мы определили оптимистично позитивно перспектива австралийца потому что австралия очень тесно связана по торговым партнерским отношениям с китаем поэтому любые условия по восстановлению китайской экономики улучшению экономических обстоятельств условий и в целом создание такой благоприятной торговой среды сказывается положительно на курсе австралийского доллара но опять же как я только что отметил решение резервного банка австралии будет основным триггером и я допускаю что концу сегодняшнего дня пара австралийц против доллара легко может восстановиться до уровня 0 73 далее по неделе как я ранее отмечал а в ходе прошлого брифинга у нас будет возможность с вами активнее последить за евро потому что состоится заседание европейского центрального банка в четверг и на десерт все недели будет отчет по инфляции в пятницу индекс доллара сейчас котируется на отметке 102 59 пока что точно отрабатывается сценарий консолидации этого инструмента в диапазоне 101 103 пункта это наш с вами прогноз движение индекса доллара перед заседанием американского регулятора федрезерва который состоится уже через одну неделю то есть в следующую среду прошлой неделе опять же пятница выход данных по нон-фарм перлс статистика оказала неоднозначное влияние на рынок хотя я честно признаться считаю что тот отчет который мы получили больше подходит на то чтобы его интерпретировать как позитивный но судите сами 390 тысяч а фактическая цифра прогноз был 325 тысяч уровень безработицы 3 6 процента до прогноз был три с половиной процента но 3 6 процента друзья это всего лишь на 0,1 процента ниже чем исторический минимум сша который мы видели до к виду пандемии поэтому я думаю что 3 6 это все равно показатель который мы можем характеризовать как исключительно здоровый для этого сектора и на этом безусловно может выстроиться политика позиции американского регулятора которая предполагает ужесточение монетарной политики в купе еще с комментариями ларетта мейстерша которые были сделаны но я думаю вы прекрасно понимаете по вопросу повышения процентной ставки она также подняла руку за то что будет голосовать чтобы ставку повысили на 50 байсных пунктов сейчас вот с учетом новых водных вероятность повышения процентной ставки на 50 байсных пунктов следующую среду выросла с 35 процентов до 75 это фактически уже можно сказать решенный вопрос поэтому на следующей неделе будем готовиться к еще большему росту индекс американской валюты собираемся друзьям принимаем решение в принципе решение о торговле вы должны были уже принять я не могу повлиять на вашу торговую активность я не могу вам навязать какую-то сделку и принять решение за вас вы должны сами решить достаточно ли тех аргументов которые я вам приводил тех условий которые я вам описал чтобы вы купили индекс американской валюты либо вы считаете что доллар достиг своих максимумов и дальше будет только снижаться тогда друзья вам нужно принимать решение о коротких позициях но мне будет очень интересно послушать вашу точку зрения почему вы так решили пишите обязательно в комментариях я же сторонник длинных позиций считаю что доллар точно ну как минимум еще не один раз 1 витая 20-летний максимум и по другим финансовым активом нефть 120.26 то есть фактически 121 доллар новостного фона обновленного за вчерашнюю торговую сессию по сути не было решение опек увеличить нефтедобычу сверх ранее определенных лимитов никак не повлияло на рынок потому что всем пришли к поводу что этого роста будет недостаточно чтобы компенсировать потерю российской нефти напоминаю друзья что даже по самым скромным оценкам дефицит предложения уже концу третьего квартала этого года может превысить 2 с половиной то и даже 3 миллиона баррелей в сутки это слишком много и страна опек плюс чтобы покрыть этот дефицит не смогут выполнить эту задачу и в принципе не смогут поднять уровень нефтедобычи до необходимого значения потому что у них нет достаточного количества свободных производственных мощностей даже у саудовской аравии поэтому на рынке нефти исключительно благоприятные условия на которых стоит выстраивать долгосрочные длинные позиции прямо с текущих уровней я ранее говорил уже заходить рискованно если вы привыкли рисковать пожалуйста риск благородное дело на может быть в данном случае даже не будет каких-либо откатов но я допускаю что коррекция может быть и буду искать более интересную точку входа уже пониже золото 1840 долларов за тройскую унцию кайман друзья сейчас сигнализирует о том что золото нужно продавать но здесь у меня есть козырь как бы в рукаве это предстоящий отчет по инфляции который выйдет в пятницу и его значение для для золота на мой взгляд будет сейчас куда более значительным поэтому я продолжаю удерживать длинные позиции жду пятничный риск по инфляции в сша и рассчитываю на то что золото все-таки сможет восстановиться если вы еще не открывали новых позиций рекомендую вам дождаться более интересные точки входа учитывая что показатели каймана допускают снижение золота там в район даже 1820 долларов за тройскую функцию оттуда уже соответственно можно будет покупать в расчете на то чтобы получить еще больше профита американский фондовый рынок цели прежние до следующей среды будут удержать ланги с целями 4 200 4300 доллар канадец еще одна сделка которую вы просили разобрать и подсветить перспективы этой валютной пары 1 2592 сейчас котировки на прошлой неделе мы делали акцент на повышение процентной ставки рассчитывали на этом заработать но реакция была какой-то неоднозначная приняло решение все-таки не сидеть в этой валютной паре сейчас понимаю что это была ошибка потому что прогноз был верный мы поставили на укрепление канадцы канадский доллар реально укрепляется индекс потребительских цен в канаде 6 8 процента максимум больше чем за 20 лет вчерашний комментарии пола бродли это заместителя банка канады о том что из-за растущих инфляционных рисков придется активнее ужесточать монетарную политику и по прогнозам друзья ставка в канаде концу этого года составит 3 25 сотых процента я рекомендую все таки попробовать еще раз перезайти в эту валютную пару зашортить с целями 1 25 1 24 и европейская валюта снижается как нам и было нужно хотя я призываю вас сейчас быть быть крайне осмотрительными и внимательными потому что впереди заседание европейского центрального банка не нужно быть уверенными в том что евро без отката продолжит снижаться и дальше я допускаю что евро может даже восстановиться до уровня 1 0 8 по факту заседания европейского центрального банка но после этого движения выше вряд ли уже последует потому что все уже будет заложено в курсе все мы будем знать как и что будет делать европейский центральным банка и там еще подойдет укрепляющийся доллар который ударит больше по позициям евро на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока